Всем привет дорогие мои друзья, с вами Дмитрий Ильич на канале Дмилан Геймс. И все чаще и чаще всплывают вопросы по поводу крупного транспорта, особого транспорта, который мы можем приобрести и который выполняет определенные функции. Я имею ввиду вот этот крупный транспорт, это подвижный командный пункт, это Avenger, это Терабайт. Про яхту мы говорить не будем, она в принципе не выполняет никаких особых функций. Единственное, что на ней можно, это выполнять кое-какие задания президента мото-клуба. Перейдем конечно же к подвижному командному пункту. Начать ребята стоит с того, что чтобы купить этот подвижный командный пункт, прежде всего нужно купить бункер, потому что именно там он и будет располагаться, как в принципе остальной транспорт требует какой-то своей базы. Итак, нам нужен сайт вот этот Мейсбанка, и здесь мы должны с вами приобрести бункер. У меня бункер уже соответственно есть, здесь вы делаете все как вам надо, оно тут не имеет значения. После того, как вы купили бункер себе в любом месте на карте, вы заходите в Warstock Cash & Carry и покупаете себе подвижный командный пункт. Пока вы не купите бункер, это у вас будет закрыто. В принципе, ребята, по большей части, если говорить о цене, то ПКП конечно это самое дешевое вложение. Но, здесь есть два вида кузова. Это вот такой, как у меня, самый дешевый фантом, и есть еще вот такой вот более дорогой. Покупать его или нет, это ваше дело, потому что кататься и воевать на нем вы вряд ли будете. Но, конечно же, если у вас не миллионы, не миллиарды, берите обычный фантом. Разницы особой никакой нет. Что я рекомендую? Взять командный центр, он не столь обязателен, в принципе, его можно и не брать. Взять, допустим, жилое помещение, но командный центр вещь хорошая. Второй отсек и третий, я советую взять оружейную и автомастерскую вместе взятых, чтобы и оружие можно было модифицировать, и транспорт военный, и тот, который подразумевает. Что касательно интерьера, это уже дело вкуса. Делайте так, как вам нравится. То есть, дело ваше. По цене, если вы берете стандартный кузов, это где-то 2,5-2,7 ляма. Ну, около того. После того, как вы его купили, он появится у вас в бункере, найдете там на карте. Также его можно там покрасить, усилить, вот все, что так же, как в LS Customs. Ну, непосредственно, если у вас разработаны все вот эти элементы по поводу турели и так далее, то, конечно же, поставите их. Какой вообще смысл в этом транспортном средстве, в этом подвижном командном пункте? Что сказать по поводу функционала, ребята? Здесь, скажем, несколько направлений, которыми вы можете пользоваться. Первое, это автомастерская. Вы можете загнать сюда пикап-инсургент, можете загнать сюда тампу с оружием, делюкс. Ну, любой транспорт, который подразумевает вообще вооружение, подразумевает использование в этой мастерской. То есть, здесь вы можете все это сделать. У нас есть еще возможность работать с некоторым оружием. То есть, вы можете взять что-то и сделать какие-то модификации. Можно особое оружие использовать и так далее. То есть, все, что вы хотите. Конечно, это не дешево, но, тем не менее, показатели улучшает и это не может не радовать. Но кое-что, ребята, здесь тоже нужно разрабатывать в бункере. То есть, коллиматоры, там какие-то патроны, бывает стволы даже и так далее. И далее, ребята, самое, наверное, интересное для тех, кто любит задания. В ПКП, ребят, можно делать мобильные операции. Это ряд заданий с особым транспортом. Из обновления торговли оружием. Вы заходите и вот здесь вам будут задания. Иногда за них можно хорошо получить денег и опыта, когда они Х2. Ну и так, в принципе, неплохо. Задания все динамичные, задания все рассчитаны на 2 до 4 человек и очень даже ничего. Единственное, ребята, хочу сказать то, что, чтобы открывались задания, они у вас будут открыты только вот суровые погодные условия. Нужно, чтобы открыть другие, возить сырье. То есть, нужно делать задания по доставке сырья в бункер. Тогда у вас будут открываться вот эти задания. Два раза привезли, четыре раза, шесть раз, восемь раз, там, десять раз, двенадцать и так далее. И еще могу сказать то, что пока вы не сделаете утечку информации, вы не сможете делать трудовой конфликт, потому что эти два задания связаны. Я считаю, это один из главных плюсов ПКП, потому что он расширяет ваши возможности в плане заданий. Что же касательно остального, когда у вас есть модификации, когда вы повесили переднюю и задние турели, вы можете с них стрелять. Один может управлять транспортом, а трое других могут рассесться по этим местам и, соответственно, отстреливаться. Ну и, конечно же, ребята, можно как вызывать его к себе, так и отправлять его обратно. То есть, достаточно зайти в крупный транспорт, выбрать подвижный пункт. И здесь вы можете сделать все, что есть у нас в меню. Это вернуть в хранилище, это запросить, это можете доступ установить, кто сможет к вам заходить в кабину. Мы возвращаем его в хранилище, и сейчас он у нас исчезнет и появится в нашем бункере. Возвращен в ваш бункер. Штука полезная, штука классная, но, как вы понимаете, сама по себе она не очень интересная и не очень нужная. То есть, кататься на ней по городу, ну, смысла не имеет никакого, конечно же. Только использовать в качестве автомастерской, оружейной мастерской и, конечно же, ребята, задания. Далее у нас идет Эвенджер, который появился в обновлении Судный день. Вы тоже можете его как запросить, так и отправить обратно. И у него тоже есть определенные свои плюсы. Ну и без минусов не обошлось, конечно. Самый, наверное, главный плюс в нем это то, что он летает. То есть, на нем вы можете добраться, в принципе, куда угодно. Плюс у него есть как вертикальный взлет, как вертолет летает, так и горизонтальный, так же, как и самолет. То есть, два режима полета. Но, ребята, чтобы его купить, нам нужна база. Без базы его купить невозможно. Мы, опять же, заходим на сайт Мейсбанка, который с поддержанным бизнесом. И нам нужен вот такой значок. Это базы. Базы стоят по-разному. Сейчас на них скидки. Но, когда вы будете смотреть видео, возможно, скидок на них не будет. Но база, как известно, это еще и ограбление Судного дня Триакта. Это еще куча всего. Это дополнительные гаражи и так далее. Поэтому базу приобрести стоит в любом случае. Так или иначе. Даже не ради Эвенджера. Эвенджер это как дополнительный бонус. После того, как вы купили базу, вы выходите назад. Идете опять в Ворсток в наш. И покупаете Эвенджер. У меня опять на него скидки здесь. Но, просто сейчас акции идут. Вы покупаете. И, в принципе, цена у него, наверное, самая дорогая из всего, что есть. То есть, вы покупаете базу там за лям 2-3. И покупаете сам Эвенджер. Который выходит чуть ли не в круглую сумму миллионами. Интерьер, конечно, выбираете, какой вам нравится. То, что вам нравится. Выбрать турель. Это тоже такая вещь, которая, ну, может, вам и нужна. Может быть и нет. Все зависит от того, будете ли вы его часто использовать. И будете ли вы играть с кем-то. Автомастерская. Это, ребята, замена ПКП. Допустим, если вам не нужно покупать ПКП, вы можете купить Эвенджер. Допустим, вы не стали покупать бункер. Хотя бункер я советую вам купить. И купили вы, допустим, себе базу и Эвенджер. Это, в принципе, аналог. Это летающий аналог ПКП. И также оружейная мастерская. То есть, все то же, что и можно сделать у нас в ПКП, мы можем делать в Эвенджере. Но он, конечно, обходится значительно дороже. Но он и летает, ребята. Он намного более мобилен, чем ПКП. Намного более удобен в этом плане. Какие-то внешние характеристики и летные характеристики улучшаются непосредственно на базе. Как вы видите, здесь стоит тот же чувак, который ремонтирует в ПКП. И очень похожий дизайн. Единственное, что видно, что это все-таки отсек самолета. Здесь у нас опять же идет точно такая же мастерская. И здесь у нас опять идут три места для турелей. Это иногда полезно, иногда даже весело. Здесь можно перейти непосредственно в кабину. Вещь намного удобнее, чем ПКП в плане передвижения. Оно и понятно. Во-первых, меня часто спрашивают, как перейти на горизонтальный полет. Все очень просто. Один раз нажимаете на Е, непосредственно летите уже как на самолете. Также мы можем переключиться на Е назад. Ну, я имею в виду клавиатуру. Если вы играете с геймпада, тогда вам надо уточнять. Тут я вам не подскажу, потому что я банально не знаю. И есть возможность автопилота. То есть вы можете зависнуть вот так вот в небе, нажать М, выбрать крупный транспорт, Avenger и включить автопилот. Я включаю автопилот. И теперь я могу просто в грузовой отсек выйти. Это очень удобно на Богдане, когда вам нужно отстреливаться, и вы в одиночку, когда вы вдвоем проходите Богдана. Вот мы переходим за турель за любую. Я могу просто стрелять здесь и делать чего хотеть на самом деле. Также, ребята, если вам нужно назад взять управление на себя, то есть перейти в крупный транспорт, Avenger, отключить автопилот. И теперь мы опять же управляем этим транспортным средством. Конечно же, ребята, автопилот включается только когда у вас вертикальный полет. Ну, как сейчас у меня. Хочу еще к Avenger добавить то, что, ребята, у него нет никаких дополнительных заданий, как в ПКП. То есть он выполняет роль самолета, вертолета и мастерской. И все. То есть у него нет никаких дополнительных функций. Поэтому, ребята, рассчитывать на то, что что-то еще добавится, конечно, не стоит. И третий транспорт – это терабайт. Опять же, его можно так же, как и остальные, запросить и отослать назад. Но это, наверное, самый такой многофункциональный, как я говорил уже, транспорт, который нам даст много чего. Начнем с самого главного. Чтобы купить терабайт вообще, иметь возможность такую, нужно приобрести ночной клуб. Обязательно. Мы заходим на тот же сайт и смотрим вот такие вот значки с ночными клубами. Сейчас на них акция, но, возможно, когда вы будете смотреть, опять же, акции не будет. То есть выбираете то, что вам нравится, то, что вам подходит по деньгам и, конечно же, приобретаете. Выбрать какой-то здесь ремонт – это все на ваше усмотрение, ребята. Стили, освещение, название и прочее. Единственное то, что склады, но со складами это совсем другой разговор. То есть у вас изначально будет этаж, где будет храниться ваш самый полезный транспорт, а потом уже все остальное. Там, где будет терабайт, там, где будут всякие там тачки для доставки, грузовички и фургончики. А остальное – это уже, как говорится, по желанию. У меня он уже куплен, как вы понимаете, поэтому ничего не видно. Я вам просто покажу картинку прошлые разы, где вы посмотрите приблизительную стоимость его, если покупать все. Опять же, видите то, что есть куча всего. Это вам не особо надо. Наклейки, вот эти, оно такое дело, знаете, на любителя, скажем. Турель. Турель – это такая вещь, понимаете, которая, если вы видели «Чернобог», вдруг, вы видели, как у него поднимается вот эта панель задняя с этими, с ракетами, и стреляет. Здесь тоже самое приблизительно. Нужны они вам или нет, тут, наверное, больше зависит от того, насколько вы будете его использовать вообще, в принципе, в передвижении, в каких-то задачах. Станция дронов, ребята, это вещь хорошая, но, опять же, если нужна, потому что мне лично они не нужны, но станция дронов открывает дополнительное задание, про которое я вам скажу чуточку попозже, когда мы зайдем внутрь. Оружейный – это, опять же, аналог, как в ПКП и в Эвенжере, то есть можете делать, модифицировать оружие тут. И мастерская. Ребят, эта мастерская отличается от тех, потому что эта мастерская только для опрессора МК-2. Больше сюда ничего загнать не получится. Конечно же, рекомендую взять. После того, как вы все это купили, вы его себе вызвали через меню. И что вы можете делать? Вот тут опять мастерская у вас точно такая же. А тут стоит опрессор, и можно его модифицировать. Но, ребята, терабайт, он намного функциональнее любого этого средства, что я вам показывал раньше. Давайте про основу. Конечно же, здесь вы можете управлять дронами, здесь вы можете управлять турелью, но самое важное это вот эта панель. Этот транспорт добавили как возможность объединить все бизнесы, которые есть в игре. Здесь есть два вида возможностей. Первая возможность это задание клиентов. Это то же самое, что в ПКП у нас, ребятки, мобильные операции. Вы можете зайти в задание клиентов, и здесь у вас будут показаны те задания, которые вы можете делать. Опять же, ребята в открытых сессиях, но можно и в закрытых играть на самом деле. Но, учитывайте то, что здесь есть такие дела, которые подходят больше не для одного человека, а для двух, а то и для четырех. И за них платят, кстати, неплохие деньги. По 30 тысяч, а если там X2, то и по все 60 будет. Поэтому, ребята, вещь хорошая. Только вот в терабайте можно это выбрать, эти задания клиентов. Если уж говорить про остальное, конечно же, ребята, весь бизнес у нас в одном транспортном средстве. То есть, если у вас все есть, и это транспортный склад, и склад спецгрузов, и бункер, и мангар, и прочее, вы все это можете запускать отсюда. это просто гениальная вещь, которая поможет, если вы одновременно занимаетесь несколькими бизнесами. Как я это называю, мультибизнес. Все здесь есть. Единственное, здесь продавать нельзя. Ну, то есть, брать задание, брать какую-нибудь доставку, привозить ее на свое предприятие, и, соответственно, опять отзывать терабайт, и призывать его к себе под жопу, и брать следующее. Это очень экономит время, это очень полезная штука, на самом деле. Но только, если у вас вот это все есть. А оно у вас, скорее всего, будет, если вы не планируете бросить GTA, вдруг так вот, ну, не понравилось вам. Хотя, таких людей, пока особо не знаю, которые бы начинали играть, им не нравилось. Терабайт, он очень полезен вообще во многих вещах, как и в отдельных заданиях, так и в заданиях по добыче себе товара и сырья. Это очень классная штука. Я думаю, здесь больше особо говорить не прошло. Я думаю, под конец стоит хотя бы прокатиться, использовать те функции, которые у нас есть. Куда легче, чем ПКП, едет куда лучше. Также, с помощью него можно получать информацию от других игроков. И уровень можно узнать, и еще какую-то информацию, то есть вещь такая. Если у вас все куплено, у вас, конечно же, будет использовать дрон. Это вот такой вот летающий, скажем так, аппаратец. Ну, дрон, я думаю, все знают, что это такое. Опять же, ребята, он может бить током, может ускоряться и может взрываться. Внизу вам все показано, на какую клавишу что он делает. То есть, можно любоваться видами, можно играться с людьми, бить их током и можно взрываться, соответственно. О, давай-давай-давай-давай, заряжайся. Так, вот такая вот турель, тоже приближается, отдаляется и слишком низко не стреляет. То есть, хороша против воздушных целей, но по большей части. Они не наводятся, но попадать вполне даже можно. Модифицируется он в ночном клубе в гараже. То есть, если вам надо его покрасить, улучшить, заменить диски и прочее. Ну, все, выбираем его и вернуть в хранилище. Также, через меню это можно вызывать опрессор себе, чтобы не искать, не звонить механику и так далее. Чтобы как-то это все было. Так, все, как это делается? Ну, если у вас, конечно, есть опрессор, то есть, выбираете и запросить опрессор МК-2. Ну, что ж, ребята, на этом все. Я надеюсь, это видео будет вам полезно. А если вы задаетесь вопросом, что из этого лучше купить и куда тратить деньги, я вам скажу так, то, что смотрите по ситуации, вы знаете, как это все работает, что это все дает. Обязательно купить, конечно же, терабайт. Вообще, больше я склоняюсь к ПКП, потому что Ревенжер, он только летает единственное. А так, в ПКП есть еще мобильные операции, которые дадут вам лишние задания, деньги, соответственно. Я хочу попросить только вас об одолжении, а именно поставить лайк под видео, подписаться на канал, если не подписаны, ну и, конечно же, писать свои комментарии, вопросы и, главное, дополнения. Если вдруг я про что-то забыл, то, конечно же, напишите об этом и люди, которые прочитают комменты, узнают обязательно все, что вы хотите сказать. А пока, до новых встреч, ребята.